А сейчас мы с вами как раз отправимся к легендарной Авроре. Крейсер революции, так ее называют часто. Конечно, крейсером революции стала Аврора не сразу. Она сошла со стопелей нового адмиратинства здесь, в Петербурге, 113 лет назад. В мае 1900 года Аврора, а гениантрия независимая, мог развивать скорость до 20 узлов. Это примерно 37 км в час. За ее боевое крещение Аврора получила в Цусимском сражении 1905 года. Чудом избежав гибели, прорвалась на Террибинские острова и только через год вернулась в Франштадт. Но остальное вспоминается из школьного курса истории. 25 октября 1917 года в 21 час 40 минут холостой выстрел на сового орудия Авроры дает сигнал к штурму Зимнего дворца. Тогда крейсер стоял не здесь, ниже по течению Невы. Сюда перед Нахиловским училищем на личную стоянку Аврору уже после войны поставили. В 1948 году. От советского времени был очень почутным. Быть принятым в пионеры. Именно здесь, на борту легендарного крейсера Аврора. Сейчас, как вы понимаете, никого здесь в пионеры уже не принимают. При этом уже у нас на звоним русский пионер. Владелка мне безизвестный Михаил Прохоров. А вот несколько лет назад ему захотелось отметить день рождения своего любимого журнала «Навроре». Было это как раз тоже в дни проведения в нашем городе международного экономического форума. Только тогда, в 2009-м, он проводил в начале июня. Вечеринка удалась. Многие политические деятели на ней тогда отметились. Но на тот вечер Тина Тангалаке Сергей Шнурок пел. Ну а потом, как всегда, вдруг выяснилось, что «Аврора» у нас не просто музей, а самый настоящий боевой корабль со статусом «Корабль номер один». И, конечно, подобного рода развлечения на Авроре запрещены. Через год после той вечеринки, в 2010-м году, «Аврору» вывели из состава военно-морского флота. Экипаж расформировали. Так что теперь «Аврора» наш это только пелел военно-морского музея. Но «Корабль», как видите, все равно поднимают, как на самом настоящем боевом корабле. На корне, на белом фоне, косой «Семитрест» — это Андреевский план. Одни гравозоны считаются покровителем русского флота. «Корабль» — это «Су-Гюс». «Гюс» и поднимают на кораблях первого и второго ранга. Каждый день, во время якорной старинки, вместе с кормовым плагом. Пока еще не определились со слогами точно, но, предположительно, уже этой осенью. «Аврору» нашу собираются буксировать на ремонт. Года на полтора-два. Возможно, после ремонта она станет учебным кораблем для курсантов нахимовского военно-морского училища. Это здание за «Авророй» голодого цвета со шпинек. Вот до недавнего времени нахимовское поступать могли у нас только юноши, после девятого класса. Учились три года, получали подготовку, которая позволила продолжить образование уже у высших военно-морских учебных заведений. Но вот несколько лет назад впервые за всю историю училища набрали две группы девушек. Всего 30 человек. Связано с этим элементом училище сразу превышло с трехлетней на семилетнюю систему обучения. Мальчики и девочки в нахимовское поступают теперь в пятый класс, а не в девятый, как раньше. Сама «Аврора» она, конечно, на личной стоянке стоит, во всяком случае так написано во всех путеводителях. Но не так уж давно, в 1984 году, ее уже буксировали на ремонт. Прибыла «Аврора» здесь не было. Так что название-то «Вечная стоянка» она, конечно, весьма весьма относительна. За время нашего небольшого часового путешествия мы успеваем перебываться в центральной части города, в Парадной Петербурге, но вот одно здание из города совсем другого, вовсе не парадного, я обязательно хочу вам показать. Посмотрите налево на Литейный мост, вперед уже, на противоположный берег Нилы. Мост переходит в Литейный проспект. И вот здание с высокими антеннами, как большая каменная коробка. Это 30-е годы прошлого века, с цель конструктивизма. Литейный 4, печально известный большой дом, бывшее главное управление МКВД. Вот тогда, в 30-е годы, Ленинградцы перед входом в это здание могли каждый день видеть огромную очередь взрослых и прегрессированных людей, которые стояли там в тщетной надежде хоть что-то узнать о своих родных и, может быть, сделать какую-то передачу. В числе тех людей была Литяна Охватова, и уже позже в фонтанном доме она напишет «А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, Согласи на это даю торжество, но только сослыл бы не ставить его. И около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, И в царском саду у заветного дня, где тень безутешно ищет меня, А здесь, где стояло я 300 часов, и где для меня не открыли засоб. Но вот что удивительно, конечно, в городе нашем есть памятники Анне Охватовой, И не один, но не один из них не стоит там, где хотела этого сама поэтесса. Еще в средине XIX века Аполлон Григорий в своих занятках петербургского сделах и писал, чтобы хорошо узнать Петербург, надо было посвятить ему всю жизнь свою, Сродниться с ним, придаться ему душой и телом. И под небом Италии, и средь развалин Греции, и в плотановых рощах Индии Не бывают таких ночей, как в нашем прекрасном Петербурге. Бездно поэта попитывала и восхваляла наши северные ночи, Но выразить красоту их словами так же невозможно, Как описать запах розы, или отражание струны, и замирающей воздухе. Дорога эти слова были написаны? Уже ведь полтора века прошло, даже больше. Но, конечно, они до сих пор остаются актуальными. Вот как раз сейчас и стоит в нашем городе эта волшебная романтическая пора белых ночей, Когда одна заря сменить другую, спешит, дав ночи полчаса. Слова этой с пушкинского медного садника. Полчаса — это, конечно, политическое преувеличение. Самый длинный день в году как раз сегодня. Он длится 18 часов 53 минуты. Ну а потом все пойдет на обувь. Дни станут короче, ночи длиннее.